друзья всех рад приветствовать продолжаю показывать работы на шкурке от слона слоновей шкурки вот такой вот замечательный мире ей скоро будут нужны с нее вот но сейчас не об этом сейчас вот мы про эти три ножа так ну тут в принципе стандартное исполнение новая шкура с тиснением темно-коричневая вот практически черная она выглядит но дано темно-коричневый с таким тиснением достаточно плотная жесткая шкурка мне понравилось буду использовать так дальше давайте быстренько просто покажу вот такой клинок сталь м 398 прямые спуски на обувь 3 миллиметра клиночек здесь у нас идет всего-навсего 138 миллиметров вот такая вот красота ребята это нож для реза это не для ковыряния не для долбления это вот прям для чистого реза шпальт бука на рукояти такой шпальт бука очень красивая очень качественная кстати деревяшка несмотря на то что в бук у нас используется вообще везде из него скалки ну то есть это как бы дешевый материал считается да вот такой шпальтец он весьма недешев вот не в закупке не в работе достаточно такая плотная хорошая жесткая деревяшка за счет чего прям 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 очень хорошо себя показывает вот вот такая красота прямые спуски сто тридцать восемь миллиметров клинок так следующее у нас идет вот такие вот гладкие ножны вот с такой фактурой темно-коричневая с черным вот чуть посветлее чем эти тоже есть вариации есть посветлее точно то же самое есть посветлее такая же шкура вот достаточно тоже плотная чуть потоньше она так вот нож там давно сидит вот он не вынимается значит как мы вынимаем берем ножны сжимаем и ножки поворачиваем лево-право все и он спокойно вынимается то есть здесь восковой финиш воском натертый и можно ножны к ножу иногда приклеивается ничего в этом страшного нет вот такой гостовский ножик здесь идет пиджики где-то 36 обувь лензовидные спуски на вас покажу поближе такую-то ряж орешек идет переливами красивый орех орех классика чего говорить коричневая рукоять классический дроппоинт клинок с прямым дроппоинтом если видно скос вот он идет вот и джекей то есть это сейчас у меня самый бюджетный вариант то есть вот он выглядит вот так это стопе джекей орех там и не знаю шпальт булка оренвуд на рукоять и вот такие вот можно такие такие вот это классический стандартный комплект то есть в принципе любой из них вот и вот такие вот черные ножны человек прям вот конкретно попросил примут мне только черное прям исключительно мне черный нужно прям вот очень хочу но пожалуйста вообще ребят я черные ножны честно скажу я не очень люблю то есть это какой-то моветон это я так считаю можете не соглашаться правильно сделайте у каждого свои как бы фломастеры и вкус фломастеров у всех разный вот поэтому попросил сделал прошивка к черные ножны и вот такой вот клиночек но уже здесь линза видный drop point линза видный друзья мои и lmax на клинке рукоять ironwood темлячный пин прямые спуски 38 обух и вот опять же человек просил виде дикого исключения вот я сделал вот этот вот он просил еще больше сделать ну сошлись на пяти проставках я не делаю еще раз говорю то есть ну как бы человек очень прошел все-таки упросил вот сделал пять таких проставок так так это выглядит красивый классический хороший такой приятный приличный ножик здесь по моему примерно тоже около 135 до 135 на 30 вот 30 я всегда меряю здесь потому что клинок всегда идет на сужение то есть и линзовидный другой по мне для меня вот это лучшая форма клинка это лично мое мнение я люблю с линзовидным дроппоинтом кто как то есть кто-то любит прямой то есть отличаются они еще и смотрите видите вот если вот но совместить у ножа с линзовидным дропом у него нос уходит чуть ниже вот чем с прямым дроппоинтом ну кто как хочет кто как любит кому как нравится я люблю вот так вот человек тоже попросил был сделан прямые спуске вот два ножа с прямыми спусками здесь и один с линзовидными опять же кому что кому что нравится это выбирать лично вам на скажем так на цену это не влияет это влияет лишь на то какой вы нож получите с прямыми спусками если мы завидными вот и все вот такие вот друзья три ножа в классическом исполнении все они 130 135 вот давайте покажу вот 135 как выглядит то есть какой там работать кто как работать ну не знаю я вот так вот ножами никогда не работаю я когда там для себя что-то разбираю разделы я всегда нож держу так вот не знаю почему я так привык мне так удобно вот если принципе вы тоже так работать то можно такую гарду можно как угодно угодно то есть опять же гарда это по предпочтению только вот такой вариант я точу потому что это гост вот такой вариант я не точу потому что потому что вот такие вот можно так захлопываются они прям хорошо двух и щелчок вариацию нужен выбирать друзья вам то есть что вам нравится в любом случае если мы делаем вот какой-то вот экзотической шкуры то есть из кожи слона делаем ножны там я не знаю из крокодила из-за страуса из-за там варана то есть это всегда идет прям такой приличный плюс потому что это очень сильно увеличивает работу по времени по себестоимости трудозатратам и всему вот и шанс накосячить в тех ножнах он очень велик на самом деле если там неправильно сделать разметку проклейку и всего остального будут кривые некрасивый ножен вот поэтому это тоже надо учитывать а это все три стандартных комплекта так друзья на этом наверное все быстро кратенько 3 замечательной железки по заказам в telegram можете сразу писать напрямую там в личку заходите задали вопрос я вам отвечу личку еще как-то вот и можно там же позвонить можно в инстаграме написать можно написать на почту можно написать в к то есть везде где угодно все видео я стараюсь дублировать на яндекс дзен потому что ну вообще непонятно вся эта вот ситуация которая творится с ютубом до последнего буду в любом случае выкладывается дальше будет все друзья всем спасибо и я надеюсь до скорых встреч пока